Вместо было упомянуть насчет молитвы аид, как его читать в домашних условиях. Потому что тоже сегодня спрашивали, вчера спрашивали и постоянно задают вопросы, аид намаз, как нам читать? То есть обычно мы приходили, вот легко было, имам в мечети есть, мы пришли, сказали, во сколько времени это, а сейчас без нас, братья, каждый имам в своем доме, алхамдуллах, каждый проводит намаз и так далее. Поэтому, как читают салат аль-ид? Намаз аид, во-первых, это сунна муаккада, то есть это обязательно такая-такая сунна, да, это чтобы вообще основы, когда сахабы его читали, читали, вместе собирались на каком-то большом поле, или потом в мечети, в салат аль-джами, они говорили, да, призывали к такой общей молитве. Проводилось двухракатный намаз с определенным, там, он отличается этот намаз, сейчас мы про это тоже расскажем, от обычного намаза, и худба проводилась проповедь, именно проповедь к верующим, к мусульманам, именно для всем, которые пришли на этот намаз аль-ид. На сегодняшний день приняли ученые такую фетву, чтобы чтобы не сломать, не аннулировать такая шаира, как поклонение, как намаз аль-ид, поэтому, алхамдуллах, сейчас два мнения тоже, как бы, вообще в мире разделились, некоторые говорят, что если это сунна, не нужно читать, но более достоверное мнение, джумхуру улямана, что, читайте в своих домах, и каждый из, так сказать, из главы семьи, отец, например, он встает имамом, но худба не проводится, без худбы, два раката намаза, без худбы. Хотя, вообще, фи-и мнение, что и худбы тоже можно, как бы. Но, если брать джумхуру улямана, вообще, как бы, более, такое, большинство мнений ученых, без худбы два раката намаза аль-ид читается, примерно, там, до восхода солнца, примерно, за 20, примерно, вот так вот, широко. Как он читается, есть два вида чтения, есть, там, по-ханафийскому адхабу, если брать, это, первое, Аллаху Акбар взял, сказал такбират или харам, Аллаху Акбар, прочитал дуаи в титах, субханайка Аллаху, бихамнику, табарак, асмука ва-та'але, жадаку ва-ля-ляху, вайрук, потом сделал еще три такбира, Аллаху Акбар, ханафийты руки ставят в, как его, в мурсале, то есть вот так вот. В вдоль тела, вдоль тела. Шабийты, когда Аллаху Акбар сказали, сюда ставят руки. Потом еще Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, то есть первые такбират или харам прочитали, сказали такбират или харам, consegue намазать Аллаху Акбар, прочитал, субханайки Аллаху бихамнику, табарак, асмука ва-ля, жадаку ва-ля, дуа, Потом 5 сурат Фатиха, еще 3 такбиры делаются. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, читая сурат Фатиха, и после Фатиха еще одна сура. Первый ракат прочитали, встали на второй. На второй ракат, когда встали, прочитали сурат Фатиха и еще другую сурату после Фатиха. Потом опять делаем такбираты Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, и пошли 4 такбир, это на поясной поклон. вот так вот считается если хамбалийский брать, потому что опять же мы это должны тоже пояснить, потому что некоторые были на умре в рамадане и говорят, что там намаз отличается по хамбалийскому мадхабу он не 4 такбира а что делается первый такбир? Аллаху Акбар сказал имам, потом прочитал дуаи в титах, потом перед фатихом перед фатихом еще 6 такбиров сделал то есть получается такбир и храм, и еще 6 такбиров вместе, 7 на второй ракат, когда встал он прочитал фатиху и суру и перед тем, как пошел на руку сделал 5 такбиров и на 6 пошел на руку это хамбалийский мадхаб но, по сути не читать после сурата альфатиха, в первом ракате если кто знает, то лучше в сурате аль-а'ля во втором ракате после фатиха гащи это по сути если не знают, то любую другую суру можно прочитать на что ссылается, опять же, ученые то, что можно при таких условиях читать дома сказали, чтобы не потерять вот это вот шаира чтобы она не аннулировалась вот это вот великое такое поклонение как салат аль-аид амаз аида и также ссылается то, что Анас ибн Малик раду Аллаху Ану когда был вдалеке от мусульман у него не было возможности присоединиться он сам в своем доме проводил вместе за ним читала его семья, его дети то есть его помощники все читали за ним и он в своем доме проводил салат аль-аид шейх а по времени когда его еще раз отточните по времени когда ее можно дома проводить эту молитву нужно посмотреть вот опять же по московскому времени нужно посмотреть лучше, чтобы опять же не было хиляфа я думаю, наверное по этому времени если мне кажется муфтиад скажет иншаллах лучше я думаю правильно будет и вы уже на страничке я у себя и вы на страничке вывесите потому что по разному читаете например на Пахлавной горе мы раньше читали на проспекте мира там читали чуть позже там в другой на Новокузнецкого там в другое время читали поэтому наверное я думаю Аллаху Ану мы подождем наверное официально официально от шейха от муфти от Ильдар Хазрата от Равина Геннадина когда они скажут когда это будет в какое время в Москве аллаху будет правильно